Всем хорошо знакомый УАЗ Буханка выпускался без изменений с 1965 года. Наверное поэтому он всем хорошо и знаком. Много различного юмора пестрит вокруг российского автопрома и руководители Ульяновского автозавода не выдержали и решили в корне все поменять и выпустили обновленную Буханку в 2021 году. И перед тем как я расскажу вам об изменениях и покажу новый кузов Буханки, огромная просьба поставьте лайк и подпишитесь на канал, ведь этим вы мотивируете меня на новые ролики, которые я в свою очередь буду стараться делать все лучше и интереснее для вас. Погнали! В 2020 году УАЗ разместил на страницах своих социальных сетей изображение с возможной внешностью нового фургона УАЗ-452, то есть Буханки. Концепт с новой внешностью, созданный исключительно на рендерах, вызвал бурное обсуждение в сети и подогрел интерес к модели. У машины на изображениях очень широкая колея, огромные зеркала заднего вида, узкая фронтальная оптика со светодиодами, а также защитная металлическая накладка на переднем бампере. Но почему же ничего не менялось в Буханке раньше? Это связано не только с технологической сложностью модернизации устаревшей конструкции, но и с уникальностью автомобиля. По сути, небольшой фургон со столь серьезными внедорожными способностями существует на рынке без прямых конкурентов. Я думаю, отсутствие конкурентов все-таки главный фактор такого продолжительного застоя. Но давайте пойдем далее. Сначала я расскажу, что обещали представители данного автомобиля и насколько это обещание имело погрешности, когда автомобиль все-таки выпустили. Вот что сказали нам представители. Цитата. Совершенно очевидно, чтобы машине оставаться востребованной, ей необходимо сохранять рамную конструкцию. Да и отказ от нее в рамках модернизации будет очень дорогостоящим, поскольку в таком случае нам, по сути, придется строить кузов заново. Однако сохранение рамы в основе вовсе не значит, что ее нельзя модернизировать. Не исключено, что мы немного модернизируем силовую конструкцию ради повышения уровня пассивной безопасности. Она также будет лестничного типа, однако получит новую схему и станет жестче и прочнее. Такая модернизация весьма вероятна еще и потому, что сейчас мы модернизируем раму для второго поколения патриот. Вполне возможно, какие-то элементы от русского прада позаимствуют и новая буханка. Там было еще и про турбину и невозможность перекомпоновки салона, но об этом я не буду. Это очень долго и не очень-то интересно, а отнимать ваше время на всякую ерунду я не хочу. Давайте все-таки посмотрим, какой же автомобиль выпустил УАЗ в 2021 году. Соответствует ли он обещаниям и сколько все-таки будет стоить эта радость любителей русских внедорожников. Итак, вы готовы увидеть кузов? Новый кузов буханки после модернизации. Давайте на счет три. Один, два, три. Вот это новый кузов нового УАЗа. Завораживает, не правда ли? Поменялось в нем полностью ничего. Спустя 70 лет при таком анонсе вообще нифига не поменялось. Нет ни турбин, ни новых зеркал. Более того, нет вообще ничего. Ничего нового. Браво у вас. И знаете, что самое интересное? Что цена на новый УАЗ начинается от 750 тысяч рублей. На Авито можно купить УАЗ на ходу на 50 тысяч рублей. То есть можно спокойно купить себе 15 УАЗов и когда один сломается, брать и ехать на другом. Ну, смысл-то какой, если кузов остался таким же, да и салон такой же. Ребят, на этом все. Пишите в комментариях, какое отличие нового кузова от старого. А то я сам с этим никак не справился. На этом все, ребят. Пока. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ведь этим вы очень сильно мне поможете. Еще раз. Пока. Удачи вам. Субтитры сделал DimaTorzok